Сегодня мы приехали в Риксос премиум Содият Айланд. Это пятизвездочный отель, работающий по системе Ультра Все Включено в Абу-Даби. Находится он на острове Содият, который считается островом-заповедником. Отель очень красивый, в холле стоят живые цветы. Масса приятных уголков, где можно посидеть с коктейлем. Очень удобная мебель, красивый интерьер. И дальше пойдем посмотрим номер. Вот такие коридоры в отеле. Мы живем на четвертом этаже. Так выглядит дверью в номерах, очень много зеркал везде. Пересмотрим номер в Риксос Содият. Мы сегодня переселились. Тут достаточно вместительный шкаф. Здесь сейф. Во втором шкафчике тапочки. Дышевая. Удобство. Ванная комната. Просторные двери закрываются и открываются. Набор косметики. Внизу лежит фен и весы. Тут же фирменные халаты. Проходим дальше. Здесь зона мини-бара. Посмотрим, что там. Все, что в мини-баре, входит в концепцию ультра-онклюзива. Да, и тут есть небольшие закуски. Это на панораму номера. Есть диванчик, который, видимо, раскладывается при необходимости. И посмотрим, какой у нас вид. И немножечко видно море вдали. Также видим внутренний дворик отеля. И внизу номера свима. Это открытая территория бара. Вечером здесь живая музыка. И все столики обычно заняты. Бассейн у Риксуса необычайно популярен. Полная загрузка. По-моему, ни одного свободного лежака. Тут холодная водичка. Раньше здесь были лежачки в воде. На них было очень комфортно лежать. Сейчас смотрю, уже убрали. Около лежачков у бассейна появились вот такие стойки с QR-кодами. По которым можно считать меню. Ознакомиться с ним. И далее, получается, вызвать к себе сервис. Обслуживание. Они стелят полотенца. Или отменить заявку. Очень удобная система. Мы проверяли. Приходят буквально за минуту. Там People's Bar, где подаются закуски. Чуть позже мы туда обязательно сходим. Покажем, чем там кормят. Очень популярное место во время обеда. Это меню бара People. Здесь больше закусочное меню. Есть супчик дня. Несколько салатов и закусок. Дальше идут горячие блюда. Паста и десерты. Для гостей на все включено. Меню получается бесплатно. Для гостей видимость какой-то day pass. Указанные цены. Вот и мой авокадо-салат. И шаурменька со стейком. Еще мы заказали шампанское и капучино. Очень приятное место. Здесь есть вид на море. Это бар People's пляжный внутри. Очень веселая обстановочка у него. Салат с моцареллой. Салат с авокадо. Очень вкусный. Вчера его же ели. И тирамису попробуем. Все выглядит очень аппетитно. Идем на пляж Рикса Содият. За прошедшие три года тут стало намного зеленей. Вот в этих зарослях считается, что черепашки откладывают яйца. Так как Содият это остров-заповедник. Здесь делали бич-бар. Раньше его не было. Что очень удобно. Стреллежные качели. Волейбольная площадка. Гамаки. И сейчас ветер. Но видно, что слева у нас зона для взрослых. Справа зона для семей с детьми. Есть указатели. Как правило, это в отеле соблюдается. Сегодня волна. Море неспокойное. Но купаться все равно можно. Очень пологий вход. Бархатный песочек. Все равно комфортно. И прямо по курсу вход в Риксус Премиум Содият Айланд. Вот такой красивый вид у нас на море. Закатное время. Водоле очень крутой Ориентал Бар. Прекрасный вид. А с обратной стороны Ориентал Бара очень крутая панорама на отель. И сзади, видимо, гольф. Поля видны. Вот такое здесь уютное местечко. Вот такой дружочек к нам прилетел с утра. Привет. Красивый попугайчик. Походу, он в гости к нам собрался. Мы угостили попугая чипсами. Он завтракает неторопливо на нашем балконе. Кажется, он поселится с нами. Он летать никуда не планирует. Пойдемте. Света уже дрессирована вроде. Она говорит, пошли, и он уйдет. Пойдем, и вы боя. Его штырит прямо на мне. Да, то он, мне кажется, нападает и собирается. Может, он яйцо хочет снести? Смотри, просто. Он либо злится, либо тащится. Калаб. Будем считать лифты позолочены. Сделана навигация по этажам. Основной ресторан на первом. На этаже находится в обе. Здесь же проход в мини-клуб. Потом сниму его. Вот лестница, ведущая на первый этаж. И дальше зона ресепшена. Все в очень удобных диванчиках. Справа как раз основной бар. Здесь вкусные напитки. Все еще смотрят, как мы идем завтракать. И, собственно, по этой лестнице туркласс-ресторан. Где происходят все основные приемы пищи в отеле. И вот основной ресторан. Мы пришли на завтрак. Выбираем себе столик. Вот у нас стоечка с сырами. Хороший выбор. Возьми на двоих. Ой, какое масло интересное. Масло княже. Да. Здесь мясные нарезки. Идем дальше. Здесь выбор хлеба. И различные печености. Что приятно в отеле. Много турецкой выпечки. И очень вкусненько все. По-моему, яйца. Вот этот пирог. Нужно попробовать это с сыром. Различные вафли, блинчики. И посыпки к ним. За стеклом кухня, где делают блинчики. Горячие блюда завтрака. Разные виды яиц. Приправы, специи. И вот тут горячая часть. Картошки фри. Грибочки. Пирожки турецкие. Это какая-то турецкая кухня опять. Блинчики. И здесь различные тоже блюда. В основном все вареное, тушеное. Несколько видов каш. И есть супчик на завтрак. Вот так он выглядит. Есть отдельная стойка с овощами, где можно самостоятельно собрать себе салат. Стоят разные соусы. Здесь стоечка с йогуртами и добавками к ним. Наталья, очень хороший выбор фруктов. Фрукты в основном все спелые, сладкие. Сухие завтраки. Различные джемы. Так, вот тут у нас рыбки. И крабовые палочки. Еще немного сыров с сухофруктами. И тут различные сладости. Сладости все made in Turkey. Ну, как видите, выбор огромный. Каждый найдет для себя что-то приятное. Посреди зала стоят свежевыжатые соки. Они вверху подписаны. И тут большой запас апельсинового свежевыжатого сока. И стаканчики к нему. Утром отлив. Море ушло, но берег все равно идеальный. Очень пологий заход. Масса места, где можно просто поваляться. Народ отдыхает. Красота. Видите, в баре хороший выбор напитков. Алкогольный, безалкогольный. Здесь можно взять ведерочки со льдом на пляс. В отеле очень приятная архитектура. Много красивых мест для фотографий. И вот дорожка к пляжу. Еще немного посмотрим вокруг. Так выглядит основной бар в отеле. Интересно сделан потолок. Он весь в маленьких цветочках, бабочках. Кстати, интересные стучки для чая. Нужно будет это попробовать. И тут тоже отличный выбор разных сортов чая. Свежие пироженки. В основном баре огромное меню, которое можно скачать по ссылке. И ознакомиться. Пробуем пироженки. Пирожные каждый день обновляются. С новым декором, новые вкусы. Очень вкусно. От ресепшена ведет зеленый коридор, по которому можно дойти до мини-клуба. Тут есть указатели. Водный парк, ресторан и Рикси Китс Клаб. Тут дорожка с детскими следками ведет к Рикси Клабу. И вот мы и подошли. Все, спасибо. Тут есть небольшой бар. Обычно тут какие-нибудь салатики и сэндвичи. И здесь расписание Рикси Клаба висит. Есть маленькие ворота на открытом воздухе. Часы работы мини-клуба. Но на весь день здесь детей, как правило, не оставляют. Приемы пищи здесь не организованы. И вот он, аквапарк. Аквапарк исключительно детский. Взрослым здесь, конечно, будет неинтересно. А для детей очень прикольная локация. И дальше идем к бассейну с искусственной волной. Тут везде играет веселая музыка. Вот так выглядит бассейн. Вот как раз волна формируется. Тут очень приятный заход, имитирующий песок. Бассейн неглубокий. Также в отеле большая часть – это виллы. Клаб Приве Байриксос. Они обладают отдельными привилегиями. Но, по сути, находятся на одной территории. У них свой бассейн есть внутри. Свой отдельный ресторан. Ну, в общем-то, все прекрасно. Один из внутренних двориков. Как раз на него у нас выходит вид. Очень все ухоженное, в цветах. Красота. Здесь стоят и багги. Вот такие входы. Свой дворик. И тут буквально в двух шагах выход на пляс. Итак, сегодня мы на ужине. Тут стоишь по сырами. Салат «Цезарь». Разные нарезки и сыры. Булочная часть. Тут также пидем. Разные пиццы. Булочки. И хлеб. Здесь из-за чая с горячим. Здесь министроны. И говязина. Разные гарниры. И вот это вкусное было. И вот там стол, где готовят все это. Рядом небольшой стол с овощными закусками. С соусом. И продолжение закусок. Тут частичные гарниры. С пагетти. Овощи. Картошки фри и наггетсы. Сладкий стол в Риксесе. Как всегда, прекрасный. Очень вкусные десерты. Разнообразные. Красиво украшены. Печеньки. И кусочек с торецкими сладостями. И небольшой холодильник с детскими йогуртами и молоком. Опять часть с салатами. Есть мидии, тунец, салат с мидиями. И салат с лососем. И здесь столько суши. С фралами, точнее. Тут начинаются кальмарчики. Рыба. Лосось. Рис. Что-то неизвестное блюдо. Овощи на гриле. И различные виды мяса на гриле. Стойка с соусами. И пример блюд, из которых они готовят. Вот так это примерно происходит. Тут разные рыбки. На каждый ужин несколько видов сухов. Сегодня пиквенный крем-суп. Говяжий суп неплохой был. Разные приправы к ним. И опять куча горячих блюд. Все такое мясо. А вот и открытая терраса ресторана. Здесь очень приятно сидеть вечером. Или завтракать с утра. Вот такие тут одомашненные попугайчики живут. Сидит с нами в баре. Кушает фисташки. Наслаждается видом. Пыткой едой. Врикса с вами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Впереди много интересных обзоров. Впереди много интересных обзоров. Впереди много интересных обзоров. Продолжение следует...